Ангелина из Тавропольского края часто бывает в командировках и знает о том, что и в период сентябрьских выборов будет в Севастополе по работе. Поэтому девушка с активной гражданской позицией уже сейчас воспользовалась механизмом мобильный избиратель. Это очень удобно, это очень мобильно, так как по работе мне постоянно приходится разъезжать, но благодаря таким нововведениям можно исполнить, как говорится, свой гражданский долг и сделать это легко, быстро, без очередей. Если вы не прописаны в Севастополе, но хотите принять участие в голосовании, это возможно. Соответствующие заявления принимаются в многофункциональных центрах города. И пока документы регистрируют, вы выбираете избирательный участок, ближайший, удобный вам для голосования. То же самое касается севастопольцев, которые прописаны по одному адресу, а фактически проживают по другому. Заявление на открепление от одного участка к другому также можно подать через МФЦ. Списки участков есть на сайтах ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» и Севастопольской городской избирательной комиссии. В прошлом году на выборах губернатора по такому порядку проголосовало более 21 тысячи человек. И мы сотрудничаем при приеме таких заявлений с многофункциональными центрами. Если начиналось в 2017 году с пяти многофункциональных центров, которые принимали такие заявки от избирателей, на сегодняшний день выросло число уже офисов многофункциональных центров до 11. Проголосовать по месту нахождения можно на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 8-го созыва, а также на довыборах по 6 округу законодательного собрания города Севастополя 2-го созыва. Для включения граждан в список избирателей по месту нахождения нужен только паспорт. Заявления принимаются до 13 сентября. Сейчас МФЦ в Севастополе работает по предзаписи, но в этом случае мы создаем так называемый зеленый коридор. Человек должен к нам прийти с паспортом, обратиться на стойку администраторов. Они помогут ему оформить это самое заявление, которое позволит ему потом голосовать по месту пребывания. Одновременно с мобильным избирателем начался и прием заявлений на дистанционно-электронное голосование. Это новая форма выборного процесса, но она уже успела зарекомендовать себя. Прием заявления открыт на госуслугах, нужно иметь подтверждающую учетную запись. По состоянию на март этого года на портале регистрацию прошли более 215 тысяч севастопольцев. Прием заявлений на дистанционно-электронное голосование продлится тоже до 13 сентября. Дистанционно-электронное голосование – это голосование без бюллетеня. То есть не нужно приходить на участок и получать бумажный бюллетень. Но система видит, где вы зарегистрированы как избиратель и какие выборы проходят у вас в вашем округе. И вам будут предоставлены бюллетени всех уровней. И депутаты Государственной Думы, включая отдельный 219 округ города Севастополя. И при этом, если вы зарегистрированы на 6 округе законодательного собрания, еще можно выбрать и депутатов законодательного собрания, и на муниципальных выборах вы тоже можете проголосовать. Утром 2 августа в работе портала госуслуги были сбои. По словам специалистов, связано это с повышенным интересом граждан к началу кампании по приему заявлений на дистанционно-электронное голосование. Уже к обеду все неполадки были устранены. Наталья Двойцына, Андрей Тымчук. Новости Севастополя. Новости Севастополя.